Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, о том, говорим, как инвестировать в эти непростые времена. И сегодня видео будет посвящено, наверное, больше развитию инвесторского мышления, потому что возникает очень много вопросов и в комментариях, и среди моих клиентов, из разряда, когда все это закончится, к чему идет мир. И самое главное, то есть, вот, состоятельные люди, с которыми я общаюсь, проскакивают некие такие звоночки, да, но ведь все же было понятно, да, ну, то есть, было понятно, что, к чему приведет, было понятно, что, там, Россию дергают за усы. У России были очень понятные, прозрачные требования, связанные с тем, что НАТО не должно расширяться дальше, что мы не хотим иметь военные базы, мы хотим иметь, там, поиск безопасности вокруг наших границ, не нарушайте их, не переходите эти границы. Но при этом, получается, постоянно было некое такое нагнетание ситуации, некие провокации, не то, что я говорю сейчас про политику. То есть, ребят, давайте мы просто сконцентрируемся на том, что я по-прежнему считаю, как считал в свое время старик Маркс, что политика это настройка над экономическим базисом. И любые политические явления, любые политические вещи, которые происходят, а ваше, это политика, в первую очередь, они все-таки диктуются определенными экономическими условиями. И поэтому мы сегодня не про политику, а мы сегодня про экономику через призму политики, что происходит, когда закончится, чем может закончиться, на самом деле, кому выгодно. То есть, в этом случае мы должны понимать, кто провоцировал, понимали ли они, что они делают, и попробовать просчитать посредствия второго-третьего порядка, которым могут привести те вещи, которые происходят. Смотрите обязательно данное видео до конца. Я поделюсь исключительно своим мнением. Я не конспиролог, я не сторонник каких-то заговоров. Я смотрю именно на экономические вещи, на экономические последствия, которые мы непосредственно наблюдаем. Думаю, что данное видео будет интересно. Мы наблюдаем, что сейчас в мировой экономике есть доминант и в экономике, и в политике. То есть, это там западные страны во главе с Соединенными Штатами Америки. В то же время мы наблюдаем, что в последнее время возникают некие такие точки, не то что сопротивления, то есть, точки, которые не контролируются Соединенными Штатами Америки, политически не контролируются, где-то экономически не контролируются. То есть, есть некие такие сектора, пока что они в большей степени разрозненные, но, тем не менее, они присутствуют. Рост вот этого напряжения, то есть, вот это вот дергание за усы, как я это называю, было со стороны Соединенных Штатов Америки, когда были провокации. Когда говорили, ребят, не надо расширять НАТО, не надо принимать Украину в НАТО, мы ничего не имеем против того, чтобы она вступала, я не знаю, в Евросоюз. Но военные не нужно, да, то есть, я хочу иметь определенный поиск безопасности. Что делают Соединенные Штаты в отношении Китая? Тоже дракона теперь уже только дергают за ус, да, то есть, ситуациям с Тайванем, провокации, которые осуществляют. То есть, происходят некие такие вызов напряженности. Когда все-таки отвечают на провокации, то есть, у нас ведется специальная военная операция. Опять же, я не даю оценкам, кто что и как. Я говорю о том, каким экономическим последствиям это привело. Евросоюз, который обычно согласование любого какого-нибудь проекта, особенно экономического проекта, как они начинают заседать, там начинается срач, у каждого свои интересы, у Западной Европы свои, у Южной Европы свои, да, то есть, попытка найти вот этих вот компромиссов, контрактов. Они очень быстро принимают какие-то меры, которые все здравомыслящие люди понимают, что они сказываются негативно не на политической составляющей, политический это следующий шаг, а в первую очередь на экономической составляющей. То есть, то, что вы вводите санкции, то, что вы отказываетесь покупать российские энергоресурсы, то, что вы отказываетесь покупать российское продовольствие, то, что вы отказываетесь покупать российские минеральные удобрения, российское сырье, металлургическое в том числе, у вас есть аналитики, у вас есть машины, у вас есть алгоритмы, которые все это рассчитывают. И рыночные законы спроса и предложения никто не отменял. То есть, если вы наносите удар по предложению, если вы отказываетесь от дешевой электроэнергии, газа, нефти, нефтематериалов низкого передела, продуктов питания, вы же таким образом наносите удар по предложению. Когда у вас спрос остается на прежнем уровне, а предложение ограничивается, это неизбежно приводит к росту цен. И получается, что вещи, которые совершались с экономической точки зрения и уже совершились, единым фронтом выступили по санкциям. За полгода 6 пакетов санкций. Один другого хуже. Ну, в плане экономики, да, то есть, как это сказывается на экономике Европы. Почему, в принципе, все идет. Мне тут недавно в комментариях на ютубе сказали, да, Максим смотрел ролик полуторалетней, двухлетней давности, когда ты говорил, ребят, поверьте мне, ковид это не конец, да, будет еще какая-то война. Возможно, это некий такой заброс вперед, а что может в следующие 2-3 года произойти, то есть, что непосредственно наблюдается. Вот в этом видео мы говорили о том, почему растут цены, почему они всегда растут. Если интересно, посмотрите, это будет полезно в понимании общей картины мира. А вот в этом видео, соответственно, мы говорили о том, кому выгодна инфляция. То есть, когда инфляция растет, что мы наблюдали в период локдаунов? Значительно увеличилась денежная масса. Увеличение денежной массы неизбежно должно было привести к инфляции. Инфляция для нас, простых граждан, это налог на бедных в первую очередь, да. Почему налог на бедных называют инфляцию? Потому что, когда у людей нет накоплений, когда у них нет активов, которые стерилизуют инфляцию, которые как минимум от инфляции защищают, а это в первую очередь бизнесы, в первую очередь компании, которые производят продукты первой необходимости, коммунальные хозяйства, да. Они, соответственно, количество денег, которые получают, они начинают просто дешевле продавать свой труд. Им терять нечего, кроме собственных оков, да. То есть, они просто начинают работать больше, чтобы получить те же самые деньги. Богатые из-за того, что они имеют активы, как Уоррен Баффетт говорил, да, я покупаю коммерческих коров. Почему? Потому что у них есть инфляционная составляющая на уровне инфляции растут. Второе, у них есть денежный поток в форме молока, да, или молоко в форме денежного потока, который я могу направить на покупку еще большего количества коммерческих коров. То есть, богатые люди, они имеют коммерческие коровы, которые перекладывают инфляционные издержки на потребителей в конечном счете и долгосрочно все равно вырастают. И когда идут высокие темпы инфляции, вы одновременно убиваете нескольких зайцев. И то, к чему мы идем сейчас, это разгон инфляционной спирали. Я еще полтора года назад заявлял о том, и в начале этого года говорил о том, что, ребят, инфляция будет высокой. И мы увидим, что монетарные способы сдержать инфляцию, это резкий рост процентной ставки. Это резкое выключение печатного станка. То есть, чтобы остановить инфляцию, нужно ужесточить денежно-кредитную политику, повысить процентные ставки и перестать печатать деньги. Это, даже если и происходит, происходит очень медленно. Почему? Потому что необходима высокая инфляция. Высокая инфляция в текущий период одновременно позволяет убить трех огромных жирных зайцев. Первым таким зайцем является то, что высокая инфляция позволяет обесценить долг. Все страны, которые являются недружественными, возьмите просто две карты. Первая карта – это компании с наибольшим уровнем долга. Вторая карта – это страны, которые объявили санкции в отношении России. Вот так вот наложить, на 95% карты совпадают. То есть, страны, в которых высокий уровень долга. В основном это развитые страны. Они в отношении России наложили санкции. Они ударили по собственной экономике, потому что Россия прекратилась с ними что-либо делать. Вы таким образом получаете высокую инфляцию. И высокая инфляция как раз-таки позволяет обесценить собственный долг. Это первый большой зайц, которого вы убиваете. Высокая инфляция приводит к еще большему расслоению. Богатые просто в разы становятся богаче. То есть, если мы берем просто то, что я рассказал про инфляционную составляющую. Почему бедные беднеют, а богатые богатеют при инфляции. То когда у вас темпы инфляции начинают расти, то есть у вас богатство богатит еще быстрее. А бедные беднеют еще быстрее. И в этом случае начинается вот некий предел такой, что бедность достигает такого уровня, особенно в развивающихся странах. Что люди начинают просто умирать. Опять же заявление, что когда была подписана зерновая сделка с Украиной, с участием России и Турции, большая часть кораблей с пшеницей, с кукурузой, они почему-то пошли не в развивающиеся страны, они пошли в развитые страны. Вопрос почему? Потому что население в какой-то степени, такого количества населения сейчас при текущем уровне автоматизации, при текущем уровне робототехники, искусственного интеллекта, который развивается очень высокими темпами, такого количества людей не нужно, их нужно просто кормить. Это не заговор, это просто цифры, это просто экономика. Ребята, то есть давайте я допускаю, что я в чем-то ошибаюсь, но я показываю ход собственных мыслей. Соответственно, высокая инфляция, такое дополнение к обесцениванию долга, второй крупный заяц заключается в том, что очень серьезное расслоение, богатый становится гораздо быстрее и резче богаче, бедный становится беднее. Третий фактор. Когда начинается высокая инфляция, это в итоге убивает производство, убивает бизнеса, потому что увеличивается стоимость денег, уменьшается рентабельность, людям нужно платить более высокую заработную плату, они начинают объединяться в профсоюзе, компания просто не может выдержать. И в этом случае высвобождается значительная часть ресурсов. Природных ресурсов, которыми владеет бизнес, человеческих ресурсов, которые работают на этот бизнес, и в какой-то степени финансовых ресурсов. В качестве примера, я не знаю, базов тот же самый, да, при текущих ценах на энергоресурсы в Европе, на газ, на электричество, с чем мы сталкиваемся? Тем, что это технологичная компания, у которой есть технологии, у которой есть патенты, у которой есть инженеры, у которой есть свои собственные производства высокотехнологичные. При высокой инфляции что происходит с этими бизнесами, когда у них не получается в значительной степени переложить инфляционные издержки на потребителей? Они банкротятся. И высвобождаются ресурсы этих предприятий, эти инженерные мысли, эти инженерные мозги, эти высокотехнологичные производства, которые кому-то переходят. И в этом случае или собственник или продает за бесценок это, или просто забирают, потому что компания банкрот. Потому что она должна фантике, и за фантике должна чем-то расплатиться. И расплачиваться будет, скорее всего, реальными активами. Следующая составляющая, следующий плюс высокой инфляции. Высокая инфляция позволяет сделать не то, что рейдерский захват, цивилизованный захват. Никто никого не захватывает, никаких там враждебных действий нет. Ну, дружище, не смог ты выдержать. Давай я непосредственно тебя куплю, а у меня деньги есть. Следующий большой заяц, который позволяет убить высокой инфляции. Ограничения. Экономические ограничения, политические ограничения. Опять же, что происходит? Давайте вспомним 2020 год. Ситуация с ковидом. Когда нарушались базовые принципы правового государства во всем мире. На свободу перемещения, на свободу передвижения, на свободу того, что можно, что не можно вводить. Когда не без разницы, хочешь ты не хочешь прививку, если ты работаешь в сфере услуг, то ты должен получить определенную дозу вакцины. Вне зависимости от твоего желания, от твоего права по рождению, определять, что в тебя вводится и что не вводится. То есть происходит очень мощный эмоциональный накал, некая безысходность, некая безнадега, опасность, страх, ты умрешь, мы все умрем. В этом случае можно наложить очень серьезные экономические, политические ограничения. Ну, в Китае, да, когда это было просто, вот тебе QR-код, вот тебя закрыли, вот ты сидишь, никуда не выходишь, и не дай тебе, боже, куда-нибудь выйти, да, или не отметиться. Заканчивая в меньшей степени европейскими странами, но там тоже серьезные ограничения были. Здесь нужно свести две вещи, что люди в текущий момент могут позволить, чтобы ограничили их как политические, так и экономические права и свободы в условиях, когда идет угроза жизни. И когда вы получаете инфляцию там 20%, которой никогда не было, то есть 80% людей, живущих в развитых экономиках, в том числе и в развивающихся, 80-85% вообще не знают, что такое инфляция 15%. Потому что последние 15 лет они жили при инфляции там 1,5-2 таргета. В Америке, в Европе, в Японии вообще там уже десятилетия живут при нулевой инфляции, наоборот, пытаются ее разогнать. И здесь получается, что ваши деньги обесценивались там на 1,5% в год, то есть из каждых 100 долларов у вас оставалось по прошествии года 98,5 долларов. А сейчас у вас остается не 98,5 долларов, а остается 85. И это носит некий такой накопительный характер. И, соответственно, когда предприятия из-за высокой инфляции начинают обанкротиться, уровень безработицы начинает расти, вы легко можете отказаться от политических, экономических прав и свобод. И сказать, ребята, будет вот так вот, будешь работать за столько, вот тебе базовый доход. Самое большое, итоговым значением, да, то есть для чего нужен сверхвысокий уровень страха. То есть получается, смотрите, очень такой простой многоходовочкой вы стимулируете высокую инфляцию, обесцениваете долги, наводите просто панический ужас на не особо мыслящих людей, которые не подписаны на канал MaxCapital, поэтому обязательно подпишитесь. У людей врубаются эмоции, которые не контролируются, которые не управляются, и им можно дать все, что угодно. Ты приходишь и говоришь, а теперь у нас будет цифровой Амера, стабильная валюта, никакой инфляции, обеспеченная всей мощью промышленности Соединенных Штатов Америки, конвертируется по курсу 1 к 1000 долларам текущим. Стабильно, надежно, и происходит глобальное перераспределение в пользу того, кто имитирует эту новую стабильную валюту. И нужно понимать, что такой сценарий вполне возможен, и на самом деле меня не может не радовать то, что происходит сейчас в принципе в мире. То есть все равно происходит, Соединенные Штаты теряют лидерство, все равно есть организации ШОС, все равно есть тот же самый Китай, есть Азия, которые пытаются свою альтернативу какую-то придумать. Все это истории, но опять-таки нужно понимать, что абсолютное большинство людей в такой ситуации, они просто подвергнутся эмоциям и скажут, слушайте, дайте мне что-нибудь твердое, дайте мне что-нибудь надежное. И поэтому это к вопросу о том, что если раньше я очень позитивно смотрел направление финансовых активов, направление бумажных активов, то есть если сырье, то через бумажные активы, если ценные бумаги, то через акции, если недвижимость, то через рейты какие-нибудь или фонды недвижимости. Сейчас над этим нависла значительная угроза. Поговорим об этом на мастер-классе, ссылка на него будет под данным видео. И на этом же мастер-классе я расскажу, какие направления в России лично я для себя выбираю как объект прямых инвестиций и почему. Также возможности, которые я вижу, появятся в ближайшее время у инвесторов. В принципе, ребят, у меня сегодня на этом все. Опять-таки не сторонникам спирологии. Говорим с сухих цифров. Вот это мистер-очевидность, когда мы видим, что происходят события, которые вообще ни разу не рациональны, а иррациональны. Причем они, мало того, что они иррациональны, они принимаются как будто бы, то есть на таком уровне, как будто бы план ввода этих событий, план ввода этих санкций, он уже где-то был согласован, он уже где-то лежал. То есть буквально там одна-две недели проходит, чтобы объединить более 20 разных абсолютно стран Европы для того, чтобы наложить в отношении России с санкций. И поэтому получается, что поговорили над тем, кому это выгодно, в чем может быть выгода. У меня нет пока ответов на все вопросы, поэтому еще раз подписывайтесь на канал, будем совместно думать над этим. Если понравился такой формат видео, в таком ключе рассмотрение то, что происходит в мире, потому что здесь меньше, наверное, таких вот каких-то вещей, меньше про инвестиции, больше про развитие мышления. Требуется ли для вас развитие мышления в таком ключе? Оставляйте комментарии, чтобы было понятно, какое количество аудитории интересуется вот такого формата развития мысли. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok